Одна из частых жалоб, с которой обращаются пациенты, это чувство напряжения в области надплечья, вот здесь вот в области трапециевидной мышцы. И одна из частых ошибок, которые делают пациенты, пытаясь от этой боли избавиться, они начинают сами себе массировать верхнюю трапецию или пытаются ее как-то растянуть. Вот. Сначала нужно определить причину, почему же есть напряжение в этой мышце. Одна из частых причин – это нестабильность ключичного акромиального сустава. Это вот здесь вот такой маленький сустав между ключицей и акромиальным отростком лопатки, который становится нестабильным очень часто. То есть он просто начинает болтаться. И в норме его удерживают передняя и задняя дельта. То есть они стабилизируют этот сустав, не дают ему болтаться. Если он чрезмерно начинает болтаться, то перестает подниматься плечо, рука. Дельтовидная мышца не может сокращаться. И в случае, когда с этим не справляются передняя и задняя дельта, на себя ее функцию пытается взять трапеция. То есть она укорачиваясь, пытается стабилизировать вот этот вот сустав, чтобы он еще больше не разошелся. И в этом случае она начинает укорачиваться и плечо поднимается вверх. Это первая причина. И напряжение трапеции. И здесь нет смысла растягивать ее, массировать ее, потому что будет временное облегчение, но вы сделаете несколько шагов, и она снова у вас будет также напряжена. Вторая причина укорочения верхней порции трапециевидной мышцы – это слабость ее антагонистов. Антагонисты верхней трапеции – это нижняя и средняя порция и широчайшие мышцы. В случае, когда есть слабость этих мышц, лопатка просто поднимается вверх из-за того, что снизу ее ничего не держит, и возникает укорочение трапеции. Это возникает из-за слабости мышцы. Слабость мышц тоже нужно искать причину, почему она возникает. Компрессия нервов, нестабильность места скрепления, триггерные точки в самой мышце. Вот самая частая причина, по которой может развиваться слабость этих мышц. В обоих этих случаях будет безрезультатно лечение отдельно верхней трапеции. Можете ее массировать, можете растягивать. Можете постоянно ходить на массаж, все время будете чувствовать напряжение этой мышцы. Еще одна ошибка, которую делают пациенты, они выбирают неправильный угол. То есть, они сами пытаются себе растягивать эту мышцу, верхнюю трапецию. Но здесь нужно четко определить угол. То есть, должно быть правильное положение головы и движение ухом направлено к противоположному плечу. Второй рукой можно помочь. Если при этом голова у вас находится чуть впереди, вы тянете в таком положении себе шею, то вы начинаете растягивать не верхнюю порцию трапециевидной мышцы, вы начинаете растягивать длинный разгибатель шеи, который у таких людей с напряженными трапециями, как правило, слабый. И растягивая их, вы делаете их еще слабее. Но, еще раз говорю, прибегать к растяжению нужно только после того, как вы убрали основную причину укорочения этих мышц. Потому что, если вы будете растягивать мышцы, она будет потом снова напрягаться. Никакого в этом смысла не будет.